Всем привет! Это обзор, или даже можно сказать, рецензия на сериал Метод. Этот сериал мне долго рекомендовали, я никак его не мог посмотреть, и в преддверии второго сезона всё-таки решил ознакомиться. Этот сериал снял Юрий Быков, которого видно в самом начале фильма, и сначала я удивился, почему Юрий Быков там находится, и неужели его позвали потом, я вспомнил, что это сериал Юрия Быкова, и у него просто есть такая возможность сниматься в своих сериалах. Он весь сериал сидит с одним выражением лица. Кстати, я не смотрел последний фильм, который он снял под названием, так, «Завод». Ну, в общем, этот фильм «Забор» или... Ладно, неважно. Первые кадры фильма кажутся камерными, будь то вручение дипломов или выпускная дискотека, на которой появляются главные герои. Кажется, да, всё очень сжатым таким и малобюджетным. Завязка фильма и мотивация главной героини до позора. Банально. У неё убили мать, отец прокурор, который до сих пор не нашёл убийцу, а его дочь стала юристом и хочет найти убийцу. Ну, такая абсолютно бредовая история, банальная. Но благо, что потом это уходит на второй план. Прокуратуру в Питер не поеду. Серьёзно? Наши деньги? Да, серьёзно. Ты не верил? В последующих сериях. И только к концу сериала это снова проясняться начнёт. С другой стороны, таким моментом нечего удивляться в этом сериале, потому что, например, её другу предлагают должность помощника прокурора уже на второй день. Меня за красный диплом пригласили в прокуратуру помощником прокурора. Ну, я отказался. Также на своём выпускном был и Александр Петров, который впоследствии стал полицейским с Рублёвки. Помимо этого, он бухает на дискотеке, в квартире и на похоронах. Ходит взлохмаченный и выкрикивает невнятные лозунги. Что это за слово? Главный герой Константин Хаймбенский. Герой постоянно бухает, юродствует. Его начинают, как правило, бить и бросают в воду. Наверное, потому что он... Я бивень! Я бивень! Но если серьёзно, играет Константин отлично. И, на самом деле, ради этого можно смотреть сериал. Это ты придумал? Я. Сам, да? Сам. Это молодец. А чё он тебе не воняет, а? Чего? Ну он вонять должен с саками! Да? Ну же ему обоссаться, что ли? Ёх. Генку убирать. Ну, подготовить его надо. Ну, я сам объясню потом. Там... Всё понятно. Вроде переличный человек. Сюжет у первых двух серий действительно интересен. Фильм хочется смотреть, и операторская работа в ночных сценах вызывает большую симпатию. Так же, как и саундтрек фильма, музыка в сериале действительно отличная. Композитор Райан Оттер, известный также своими композициями по фильмам Саранча, сериал Фарца, сериал Троцкий, он писал музыку ко всем частям Гоголя, и к методу второму тоже написал музыку Райан. Фильм не лишён откровенно тупых моментов, как, например, все эти ребята живут в городе, в котором очень легко встретиться. Все дела маньяков в округе проходят через Меглина, у него есть огромный архив и человек-диктофон, который всё запоминает. Но, несмотря на это, он всё равно становится сумасшедшим. Но самое обидное в этом фильме, это игра Паулины Андреевой. Иногда, кажется, лучше бы она ничего не говорила, лучше бы просто вот молчала и ничего не отвечала своему напарнику по кадру. Наверное, именно поэтому во втором сезоне воскресили Меглина, потому что Паулина Андреева действительно играет ужасно. Вы что, идиоты? Доживай! Всё в глазах. Опять же, скажу о том, что это моё личное мнение, но мне отвратительно, например, наблюдать её игру. Опять же, в другом сериале, вот теперь, Паулина играет значительно лучше, но, наверное, потому что у неё там практически нет текста, и она там поёт. Поёт действительно хорошо и поёт сама. Но всё компенсирует Константин Хабенский, отличный набор актёров, операторская работа, режиссура, стоит отдать должное Юрию Быкову. Ну и захватывающий сюжет. Сценарные повороты действительно в сериале хорошие, поэтому я рекомендую этот фильм смотреть. Подписываться на наш канал, и если вам зашло видео такого формата, пишите, пожалуйста, комментарий, ну, пальцы вверх тоже приветствуются. И я напоминаю, что это было только моё мнение, моя персональная рецензия на просмотренный и рекомендованный мне фильм. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»